Неправильное прочтение или толкование государственной информации о твоей пенсии. Каждый будущий пенсионер в Германии получает от государства один раз в год такое письмо Rentenbescheid. Они там все это прекрасно пишут. Где стоит, сколько ты там будешь получать, какая твоя пенсия. Там стоит информация о твоей будущей пенсии. Проблема в том, что люди этот Бешайт очень часто читают неправильно. И вообще в принципе не думают о пенсии. Мы про пенсию уже говорили в одной из предыдущих ошибок. А вот эта вот ошибка именно неправильное прочтение Бешайда. Почему? Почему эта ошибка? Ну, во-первых, люди склонны к тому, что они находят самую большую цифру в этом Rentenbescheid. Вот. И интерпретируют это, исходя опять же с сегодняшнего дня. Вот здесь несколько ошибок. Вернее, даже несколько ошибок кроются в этом. Первое. То, что написано в Renteninformation, который человек получает от работы в 5 лет, то есть в 60 месяцев должно быть поплатиться в пенсионное страхование. Вот. Там написано с учетом того, что у человека точно так же в будущем, то есть в следующие 15, 20, 30 лет доход будет развиваться точно так же, как и сейчас. Или развивался до этого. Люди забывают, что чем старше становится, тем чаще человека увольняют с работы, чем чаще человек болеет. И пенсионное отчисление с зарплаты, ну, не в том же размере происходит. Человек может просто поменять работу и меньше зарабатывать. Поменять работу, фирма может закрыться, и доход может измениться. Второе. То, что написано в этой информации, это бруто, можно сказать. То есть там не написаны, не учтены расходы на медицинское страхование плюс флеги фрезеров. А это все они должны будут платить из своего собственного кармана. Многие, кстати, этого не знают. С этих денег, которые стоят, не знаю, 1200 евро, порядка 300 евро будут уходить на социальное отчисление. Причем, опять же, не учиться то, что расходы на социальное отчисление растут с каждым годом. Вот буквально в этом году подняли, например, взносы на медицинское страхование. Потому что это связано с демографией. Все больше людей, то есть средний возраст населения становится все выше и выше. И что означает все больше людей, которые, выходя на пенсию, начинают пользоваться активнее услугами медицинской системы. Поэтому тех денег, которые сейчас выплачиваются, их не хватает для того, чтобы... Мы говорим сейчас, друзья, мы говорим про Германию сейчас, естественно. Третья ошибка в этой же ошибке. Люди не учитывают инфляцию от бесцененных денег. Если сегодня ты прочитаешь в своем, в этом рентинговом информационном, что ты будешь получать, к примеру, 1800 евро, очень хорошая пенсия, да, считается? На сегодняшний день. На сегодняшний день. А если ты зарабатываешь 2500 или 3000 евро, думаешь, ну, в принципе, мне меньше, много денег. Нужно будет этого достаточно. Я не знаю, Илья, ты приехал, наверное, в Германию уже после того, как сменились Deutsche Mark. Да, да, я уже приехал, евро были. Да, то есть я еще успел застать несколько лет марки. Вот, и прошло каких-то 20 лет. Цены, то есть то, что раньше было в марках, если что-то стоило 100 марок, теперь стоит 100 евро. Вылезли в два раза. Пенсии в два раза не будет. Да, это и легко можно даже вот за последние несколько лет посмотреть, как Кауфкрафт просто уменьшалась. И она продолжает уменьшаться. И Монох. Четвертый момент, это написано более мелким шрифтом, что там написано, что если мы как бы будем вот этот рент нам опасен, то есть повышать ренту на 1% каждый год, то у вас будет столько-то денег, если на 2% столько-то денег. Звучит красиво, но вот эти повышения, они первое, не происходят каждый год. Самый большой, по-моему, промежуток времени было около 4 лет, что 4 года не происходило никаких опасен. Вот, и поэтому надеяться, что государство будет каждый год на 2% повышать пенсию, тоже нельзя. Наивно, мягко говоря. Вот. И так, если уж люди читают эту информацию, то нужно читать до конца. Да, в конце есть абзац, где черно по белому написано, так как доходы растут, или цены растут непропорционально доходам, чем дольше вам до пенсии, тем больше вот этот люк, да, как это в русский? Разница между вашим сегодняшним доходом и вашей будущей пенсией. Там написано, пожалуйста, позаборьтесь о своей ситуации в будущем сами. Да. То есть государство уже сейчас говорит вот этим текстом, мы не сможем вам обеспечить обеспеченную старость. И дальше будет только хуже, дорогие друзья. Забудьте вообще про государство. Оно вам ничего не должно. Это вы всегда ему должны. Вы должны ему платить налоги, вы должны ему там соблюдать какие-то законы, какие-то дебильные правила. Но оно вам ничего не должно. Забудьте про него и не надейтесь на него. Ваше финансовое благополучие, ваша будущая жизнь зависит только от вас, только в твоих руках это лежит. Именно для этого мы делаем весь этот проект. Чтобы, во-первых, открыть глаза людям. Во-вторых, помочь им поправить свою финансовую ситуацию. И в идеале, чтобы у вас у всех с деньгами, чтобы вы все жили в достатке. Чтобы у вас было все классно и хорошо. Но для этого это еще долгий путь. И нужно делать правильные шаги, понимать вообще, что к чему и как. И пенсия. Вот я до сих пор поражаюсь, как люди вообще так наивно могут думать, что государство... Это, может быть, раньше было так, когда еще был ДДР, Советский Союз. Раньше заботилось. Но сейчас уже другое время. Все. Нет этого больше. Вам, государству, на вас, по сути, наплевать. Вы сами должны о себе позаботиться. Вот бейте это себе в голову. Пожалуйста. Вот прям я апеллирую. У меня прям кипит все внутри. Когда это... У меня родители до сих пор думают, что... Ну, понимаешь, я просто больная тема, поэтому так эмоционально говорю. Они до сих пор думают, что им государство что-то должно, что о них все там должны заботиться и т.д. и т.п. Не будет этого. И дальше будет еще только... Я могу, например, на примере своих родителей сказать. Получается, мама у меня, она как потомок русских немцев, а папа русский. Вот. Мы приехали в Германию около 22 года назад, в 99-м году. Вот. Папа вышел на пенсию. Получается, русский стаж, что-то российский ему не был подтвержден. Его пенсия составляет бруто 420 евро. Он отработал 20 лет на фирме. Ну, с очень небольшой зарплатой. Бруто 420 евро, на это 380. Ну, как можно жить на такие вот, на такую пенсию? То есть, если бы в свое время они не позаботились о том, что они купили, очень быстро расплатились за недвижимость, мама пенсия чуть выше, плюс они купили еще на квартиру, которую они сдают. Вот, в принципе, им достаточно. Просто бы на пенсию, если бы платить квартплату и жить на оставшиеся деньги, это было бы нереально. Нереально. Вот, друзья же... Тоже, они хотели оставаться независимыми, да, чтобы не получать социальную помощь. Грунт зихерунг, а как вести привычный образ жизни, так же, как они делают, когда работали. Вот, друзья, живой пример, пожалуйста. Это ты их надоумил или они сами сообразили, что надо позаботиться? Это была моя идея, потому что я начал раньше читать «Рент информацион». Вот, кстати, это до того, как я еще начал бизнес в области финансов. И, в принципе, это будет пересекаться с одной из других ошибок, которую мы будем обговаривать. Потому что, когда я предложил родителям посмотреть в сторону недвижимости, чтобы приобрести себе квартиру, я не, честно говоря, о доме или еще что-то, просто о двухкомнатной квартире. Было очень много загружения людей, которые на пару лет раньше приехали в Германию, которые говорили, да, зачем вам это нужно, вы потом на старости социал не будете получать. То есть, такого рода, да. Вот это, кстати, еще одна. Говори, я потом. Говорю, мам, пап, просто жить на пенсию и каждый год летать в отпуск, как вы это делали раньше, вы не сможете, если вы не перебрете свое жилье. То есть, я под нашел квартиру, мы ее профинансировали, они буквально за 8 лет за меня расплатились. Делали какие-то накопления. Опять же, это польза накоплений. Выйдя на пенсию, не получили определенную сумму. Был вариант либо потратить деньги, или инвестировать. Здесь уже, как бы, я уже был более опытный. Это буквально пару лет назад. Мы приобрели еще одну квартиру, и они каждый месяц получают метод. Вот этот майнсет, кстати, на социале, да, помню, тоже такое было раньше, когда только приехали, все. Не дай бог лишний там цент заработать, у тебя заберут там социал или все. То есть, есть такой образ мышления, особенно вот тех, кто свежий приехал сюда. По крайней мере, раньше так было. Боялись выходить, то есть, боялись двигаться куда-то вперед, потому что была мысль, что если ты что-то больше заработаешь, у тебя это заберут. То есть, люди даже не старались сильно как-то рыпаться. Чтобы что-то достичь, поменять ситуацию. Многих даже устраивал социал. То есть, они были рады, что они получают эти деньги, за них все оплачивается. Они получают там эти 300-400 евро. И как бы им больше-то и не надо. Но это так. Это перекликается с предыдущей темой финансовой цели. Смотря какая целечка. Ну да, согласен. А вообще, друзья, вот, пожалуйста, живой пример. У Николая родители, сейчас, я так понимаю, пенсионеры. И живой пример правильной, финансово, грамотной, поставленной цели. Благодаря чему они сейчас могут себе позволить нормальную, хорошую жизнь в Германии. Да? Причем, имея, да, можно сказать, имея очень относительно низкий доход. Потому что, ну, как бы они приехали в Германию в возрасте, вот, с неподтвержденным образованием и работали на низкой оплачиваемой работе. Вот почему важно сейчас. Вот идеальный момент не наступит никогда. Да? Многие ждут еще идеального момента. Самый идеальный момент – это здесь и сейчас. Сейчас действовать, сейчас менять, сейчас надо делать. Вот смотришь сейчас это видео, закончится, возьми, пропиши план, что тебе нужно сделать, чтобы твоя ситуация стала лучше. А еще лучше, если ты не хочешь, если тебе нужна помощь и поддержка, обращайся к нам, к Николаю, ко мне. И мы тебе с удовольствием поможем разобраться и поставить, наметить твои цели, разработать план действий и поможем его пройти. Это не проблема. Главное – начать действовать. Действовать надо. Не ждать чуда, а действовать делать прямо сейчас. Идеальный момент здесь и сейчас. Вот так. Продолжение следует...